Вы готовы сейчас поспорить, пообещать, что бы ни произошло в ближайшие полгода, меньше уже осталось до президентских выборов, вы останетесь на тех же позициях, и вас никаким образом не смогут убедить в том, чтобы, допустим, не критиковать Игоря Дадона или заключить им сделку? Если меня в этом не убедили, пока я был в Москве, у кого-то под боком, как кто-то выражался, то есть сейчас, находясь на расстоянии, тем более... Послушайте, у меня могут... То, что они там обсуждали, ну, похитить меня, ну, жизнь забрать. Ну, то есть, послушайте, сегодня я допустил определенные ошибки перед гражданами нашей страны, за которые уже извинялся публично, как, например, то, что образовал за него голосовать. Хорошо, но почему вы сразу о плохом думаете? А если, к примеру, вот к примеру, вам будет сделано предложение. Решаются ваши уголовные дела в России, но при этом вы не идете, не избираетесь, не участвуйте в президентской гонке. Просто не участвуйте. Наталья, 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 еще раз вам вопрос. Соответственно, не составляйте конкуренцию на левом фланге Игоря Дадона. Такие предложения мне делались в 2018 году, и мне говорили, как бы, давай вот по-нормальному, так и так. Я отказался. После этого последовали уголовные дела, про которые я тоже задолго до их появления говорил. И мне вот очень жалко, что я не дозвонился к вам в программу, когда вы здесь сидели. Я хотел Платону задать вопрос в прямом эфире. Платон, а расскажи-ка, пожалуйста, каким образом я оказался в уголовном деле с тобой, Плохотняком и Плочей Шоблой, где такие же преступники, вот, кстати, как Григорьев, которого я в вашей программе обвинял 3-4 года назад, когда его возили на самолете Шорок к Плохотнюку, что он организатор ландромата, и они сейчас дают показания, что, кажется, они были со мной подельниками. Люди, которых я никогда не видел. У вас уголовные дела в России. Так, и что? Наталья, пережил несколько десятков уголовных. Вы там много лет жили, вы там зарабатывали деньги. Безусловно, те деньги, которые вы зарабатывали там, вы никогда в жизни в Молдове не заработаете. Просто страна, масштабы меньше. Если вам будет предложено... Я в течение... Все проблемы решаем, просто не идешь в президента. Наталья, еще раз говорю, я не буду никогда менять интересы наших граждан и нашего государства на какие-то свои личные интересы.